В погоне за модой главное не потерять себя. Сегодня мы идем в гости к московской стилистке Лене Ушаковой. Она утверждает, что базовый гардероб это совсем не скучно. Как создать идеальный образ и всегда выглядеть безупречно? Давайте спросим профессионала. Лена, здравствуй. Очень интересно, как появляются стилисты. Расскажи, пожалуйста, о начале своего профессионального пути. Я довольно давно появившийся стилист. Когда я появлялась, тогда, в принципе, единственным, наверное, вариантом стать стилистом было пойти работать ассистентом в журнал или пойти работать ассистентом к какому-нибудь стилисту, если тебе повезет. И таким образом я попала в профессию. Я стала ассистентом уже известного на тот момент стилиста Оксаны Он. Сейчас люди понимают, что можно обратиться за помощью к специалисту. Или сейчас много блогеров, которым требуются стилисты для съемок. Или сейчас в целом очень развит e-commerce, где стилисты могут давать советы в интернет-магазинах потребителям, что им купить. Ну, тогда такого не было, несмотря на то, что это вроде бы не так много времени прошло. Всего лишь пять лет, кажется. Но было действительно, во-первых, и намного меньше знаний на эту тему. И, в принципе, люди не интересовались особо этой профессией. Но стилист, стилист, окей. Сейчас очень популярно. Многие хотят стать стилистами. Это востребовано. И есть много путей развития. Мода — это... Вообще, мода — это бизнес. Нельзя сказать, что мода — это то, что модно. Нет. Мода — это вообще супер большая машина, которая работает на то, чтобы отразить наши социальные предпочтения в данный момент. То есть в данный момент мы социально озабочены о том, чтобы поддерживать экологию. В ответ на это, мода как индустрия дает нам большой тренд на естественность, большой тренд на sustainability и большой тренд на поддержку переработки различных материалов, на поддержку перепродажи, ресейл-платформы и так далее. А стиль — это больше непосредственно персонального самовыражения, своего личного «я» и каких-то своих персональных предпочтений в визуальном формате, если мы говорим про стиль как фэшн-стиль. Лена, скажи, пожалуйста, а с чего начать поиск собственного стиля? Поиск собственного стиля — это в любом случае всегда работа с собой. Нужно просто сесть и подумать, что нравится, что не нравится, какие, возможно, стилевые эпохи, кино, не знаю, жанры в музыке, которые могут отображаться в одежде непосредственно. Точно так же нужно подумать на тему того, как это вообще будет соотноситься с образом жизни, который вы ведете. Если человек работает из дома и ходит на спорт и не ходит на вечеринки, то ему не нужно 10 пар туфель на каблуках. А если человек живет от вечеринки к вечеринке, от мероприятия к мероприятию, то ему тоже не особо нужны тапки. Ну, поэтому персональный стиль — это всегда отражение личных предпочтений и образа жизни. То есть я правильно ли я понимаю, что именно с разговора об образе жизни начинается работа стилиста с клиентом? Ну, а если стилист не осведомлен об этом заранее каким-то образом, потому что сейчас в эпоху соцсетей ты можешь посмотреть, что делает твой клиент практически 24 на 7 в сториз. Лена, а у тебя есть свои принципы стиля, твой собственный стиль? Ты знаешь, по поводу моего собственного стиля, во-первых, он очень сильно поменялся в последнее время, потому что я перешла из какого-то такого девочкового, милого, мне кажется, возраста. Я почувствовала, что я стала взрослее, что я стала старше. Вообще стиль всегда меняется. Это не то, что что-то взяло, устаканилось и так далее, потому что мы сами меняемся, и нельзя сказать, что стиль стоит на месте. В данный момент мои принципы в стиле — это всегда обращать внимание на то, чтобы было супер качественно, потому что, пожалуй, это то, что меня всегда волнует в вещи, то, чтобы она была очень качественно сделана. У меня часто не бывает настроения наряжаться, так как я наряжаю всех подряд, и мне уже хочется просто надеть хоть что-то и выйти. Поэтому, когда у тебя в гардеробе нет плохих вещей, то тебе не нужно прикладывать какую-то мысль для того, чтобы хорошо выглядеть. Плюс ко всему я ориентируюсь на свои любимые бренды, просто смотрю, что они выпускают. Например, мне очень нравится бренд, два бренда — Изабель Маран и Александр Венг. Это два супердиометрально противоположных по стилю вещей бренда, но каждый раз, когда я вижу на ком-то вещь Александр Венг, я знаю, что это Александр Венг. Или когда я вижу вещь Изабель Маран, я знаю, что это Изабель Маран. Значит, это стильный человек? Это вообще ни о чем не говорит. Для меня важно, чтобы я видела идеологию креативного директора в вещах, чтобы я видела его непосредственную личность в том, что будет представлено на модели. Плюс, конечно же, я слежу за тем, чтобы бренды были этично, чтобы они этично производили свою продукцию, то есть где произведено и, желательно, как произведено, с какими ресурсами. У тебя есть какие-то иконы стиля, на кого ты равняешься? Я не могу сказать, что я прям супер-супер равняюсь. В данный момент мне нравится эпоха 90-х. Это тот момент, когда я была маленькой девушкой. Мне очень нравится стиль Каролин Бесетт Кеннеди. И мне очень нравится стиль Кейт Мосс из 90-х. Это, пожалуй, не только Кейт Мосс, в принципе, модель из 90-х. Это мой источник вдохновения модного. В данный момент, опять же, я не могу говорить, что было когда-то еще, но это мой любимый период. Ну, наверное, потому что это еще и такой период ностальгии для меня, какой-то детской. А вот скажи, стилист как косметолог? Он нужен всем? Конечно, это не необходимость. Это не, там, не знаю, ты не ходишь к стилисту, как к врачу. Но когда ты понимаешь, что ты хочешь, что у тебя все есть, тебе хочется большего, тебе хочется большей проработки своего стиля, своего какого-то отношения к гардеробу. Ты понимаешь, что ты можешь достичь большего, если изменишь свой стиль. Тогда нужно пойти к стилисту. Это как, не знаю, как коуч, наверное, с одной стороны. То есть смена стиля, она меняет жизнь? Разумеется, стиль влияет на то, как нас воспринимают другие люди. Просто посмотрите на, не знаю, супер пример, про который сейчас все говорят. Меган Маркл, как она одевалась до того, как стала принцессой, как она одевалась после. Мы просто смотрим на человека, и мы понимаем, к какой социальной прослойке он относится. Стиль студентов Лиги Плюща, вот эти вот жакеты с обозначением университета. Когда ты в нем, то все знают, что ты свой. Наверняка ты много путешествуешь. Ну, достаточно. Расскажи, пожалуйста, про модный ландшафт в российских городах, скажем, Москва и Санкт-Петербург, и в Европе. Например, Париж. Мы все любим Париж. Для нас это город моды, стиля. Я просто не люблю Париж. Так, обоснуй. Ну, мне просто не нравится Париж. Мне не нравится сочетание мусора и ссанины на улицах с тем количеством моды, которые все-таки я там вижу. Для меня это слишком большой комментирный диссонанс вызывает. Ну, и плюс ко всему я приезжаю туда по работе, и поэтому это не город отдыха для меня, это город такого рабочего процесса. Я знаю, как одеваются люди в Москве, я знаю, как у нас одеваются девушки, как они относятся к этому серьезно, классно. Я знаю, что мы любим шикануться, я знаю, что мы любим, какие бренды здесь в Москве девушки предпочитают. Отлично одеваются, очень красиво, мне очень нравится. Элен, а у тебя есть какие-то ассоциации цветовые, может быть, с городами? Например, Париж, с каким цветом у тебя ассоциируется платье? Какого цвета бы ты надела, приехав в Париж? Ну, для меня Париж, это, конечно, город именно такого черного стритстайла. Во-первых, наверное, это ассоциативно, еще с тех пор, как я, будучи девчонкой, смотрела модные показы, и все редакторы ходили в черном, и все-таки Париж — это такой город, в котором черный цвет — это просто must-have. В Милане это яркие цвета, то же самое Флоренция, Венеция — хочется быть в таком песочном, нежном, в цветах естественных. Лена, расскажи, как и где ты находишь вдохновение? Ну, смысл вдохновения очень сильно преувеличен. Для того, чтобы хорошо работать в творческой сфере, не нужно носиться за вдохновением, нужно быть дисциплинированным, нужно понимать, для чего ты это делаешь. Ресурс мне дает отдых, я люблю проводить время с друзьями, ездить в поездки не по работе, а для просто приятного времяпрепровождения. Какие у тебя любимые способы, чтобы оставаться в курсе модных тенденций? Что нужно смотреть? Мы живем в эпоху, когда информация, которая напечатана в журнале, уже устарела. Сейчас миром правит онлайн. Конечно же, для того, чтобы быть в курсе модных тенденций, я мониторю все онлайн-платформы, которые как раз-таки про моду пишут с точки зрения и показов, и с точки зрения моды как бизнеса, и с точки зрения чтения ревью от модных экспертов. Давай немного поговорим о твоей работе. Какие бы работы из твоей практики ты могла привести бы в пример, как наиболее интересные? Ты знаешь, моя работа, в принципе, это огромное количество интересных моментов, и на каждой съемке всегда происходит что-то необычное, что-то смешное, может быть, что-то, что наоборот, стрессовые моменты какие-то. Ну, довольно необычно было шить на заказ костюмы для енотов. Ух ты! Это, да, это была необычная задача. В принципе, для съемок довольно, ну, таких рекламных, больших, крупнобюджетных съемок, ну, довольно периодически я там делаю на заказ костюмчики для собак. Это уже, ну, как бы в порядке вещей. Там собаку одеть в, ну, скажем, в костюмчик Деда Мороза. Но енотиков одевать в костюмы было довольно необычно. Конечно же, их нужно было еще там примерить, обмерить в лавке. А что за костюмы были? Это были костюмы из, костюмы енота из Стражей Галактики. А с какими проблемами чаще всего ты сталкиваешься на работе, и как ты их решаешь? Ну, единственная проблема, с которой я сталкиваюсь на работе, это пробки в Москве. На самом деле, это такой ограничитель ресурсов времени. Ну, конечно, бывают различные недопонимания среди людей, потому что моя работа связана с огромным количеством общения. Но это скорее непосредственно подготовки съемок, и это все довольно быстро улаживается. Во-первых, я не работаю с теми, кто создает стрессовые ситуации просто потому, что так хочется. И мой выбор, с кем работать, всегда основан на том, чтобы всем было комфортно для того, чтобы получить классный результат. Поэтому проблемы — это, как правило, что-то, на что мы не можем повлиять. И мы не можем повлиять на пробки в Москве, перекрытие дороги, уменьшуткие погодные условия, которые, опять же, организовывают нам пробки. И вот, кстати, про жуткие погодные условия, как одеваться в Москве зимой, в слякоть, в дожди, чтобы прежде выглядеть стильно. Мода сейчас настолько технологична, сейчас просто эпоха технологичной моды. Я не могу слушать уже слова на тему того, что зимой невозможно хорошо одеваться. Просто никто не... Ну, многие люди не думают, что, да, там, термоноски действительно спасут, что куртка там с мембраной влагозащитной действительно будет влагозащитная. Люди почему-то не верят в это. А это технологии, которые работают на нас. Это раз. Два. Ну, на самом деле, у нас сейчас такая зима, как будто можно ходить в чем угодно. Но, если вы только едете туда, где холодно, то все, вообще, возможные условия для нормального, комфортного нахождения есть в технологичной одежде. А какой бы ты дала совет тем, кто только начинает свой путь в индустрии моды или хочет начать работать стилистом? Больше читать, больше делать. Просто нужно понимать, что если ты откладываешь что-то на потом, то это кто-то сделает вместо тебя, и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...